Ольга Шутова задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, что посоветуете выбрать в качестве основания меловой доски под покрытие грифельной краской на продажу? Фанеру ДСП. Давайте порисуем доску и подумаем, что я могу сказать по этому поводу. Конечно, первое, что приходит в голову, когда мы думаем, из чего сделать меловую доску, это фанера. Но если вы не в теме, то имейте в виду, что есть много разной фанеры. Во-первых, фанера хвойная. Сразу категорически нет. Несмотря на то, что она самая дешевая и кажется оптимальным вариантом. Потому что на хвойной фанере выступает смола. И ее ничем не убрать, не отмыть, не закрасить. Повезет, если это будет капля смолы. Но чаще всего это пятна неправильной формы, размером с ладонь. Поэтому хвойная фанера не используется в отделке, а только как промежуточная панель. Поэтому если фанера, то берем только березовую фанеру. Есть марки ФК и ФСФ. Между ними ФСФ. Значительно устойчивее к смене температур, к повышенной влажности, чем ФК. Если фанера ФК висит внутри кафе, например, над кофемашиной, то она от высокой температуры коробится, выгибается, а от пара разбухает, рассыпается. Если фанера ФК висит или стоит на внешней стене около входа, от солнца и от дождя точно такая же история с ней происходит. Фанеру ФСФ тоже можно убить разницей температуры влажностью, но она будет сопротивляться гораздо дольше. Фанера ФК может прийти в негодность за месяц. Фанера ФСФ может сохранять форму в тех же условиях 1-2 года. Причем, если фанеру ФК останется только выкинуть, то фанеру ФСФ можно будет по-хозяйски снова зачистить, хорошенько прокрасить и снова использовать для меловой доски. Толщина фанеры. Оптимальная толщина 6 мм. Тонкая фанера выгибается, теряет форму. Толстая фанера сразу значительно тяжелее. Чтобы показать на примере, лист фанеры метр на метр, толщиной 6 мм, весит примерно 3,5 кг. Точно такой же лист фанеры 10 мм, весит почти 7 кг. Потому что добавляется масса не только древесины, но и масса клеем, который она проклеена. Для тех, кто боится осадков и хочет выставлять меловую доску под проливной дождь и под снег, есть фанера, которая называется бакелитовая. Она же фанера для судостроения. Эта фанера самая устойчивая к влажности. Но она же и самая тяжелая. Для примера, ФСФ 6 мм, размер метр на метр, весит 3,5 кг. Такая же ФСФ метр на метр, толщиной 10 мм, 6,5 кг. Такая же бакелитовая метр на метр, толщиной 10 мм, весит порядка 12 кг. Во многих случаях меловая доска висит на стене. Поэтому, чтобы спокойно повесить ее на простой маленький саморез, берем фанеру березовую 6 мм марки ФСФ и радуемся. ДСП – это древесно-стружечная плита. Она моментально разбухает от влаги, робится и портится. Раньше широко использовался материал, который называется ЛДСП. То есть ламинированная древесно-стружечная плита. Увы, это материал такой же проблемный, если говорить о влаге и совершенно неподходящий для покраски. Потому что ламинат не впитывает краску. Чтобы покрасить ламинат, сначала нужен грунт для пластика, а потом уже краска. Это удорожает изделие, увеличивает срок изготовления, если мы говорим про изготовление меловых досок на продажу. Проще кажется материал ДВП или арголит. Сокращение ДВП означает древесно-волокнистая плита. Она делается из размоченных деревянных волокон. Это хороший вариант, тонкий, гладкий. Его можно резать ножом, он не оставляет занозы. Но он сильно разбухает от влаги и коробится от высокой температуры. Поэтому, если меловая доска из ДВП или арголита, то вешаем ее куда-нибудь на стенку подальше от входной двери и от варочных поверхностей. От меркороволновок, от кофемашин. Вспененный пластик. Современный материал, который для меловой поверхности не подходит вообще никак. Потому что он жирный и в него не проникает краска. Есть вспененный ПВХ черного цвета, но он очень мягкий и мил на нем не остается. А маркеры оставляют углубления и борозды. Стекло. Как бы это странно ни звучало, но стекло, если вы аккуратно с ним обращаетесь, это самый оригинальный материал для меловой доски в интерьере. Можно взять матовое белое стекло и писать на нем темными меловыми маркерами. Можно просто стекло покрасить акрилом с обратной стороны в тон стенам или подобрать цвет, который будет гармонировать с интерьером. И вот у вас глянцевая поверхность, на которой можно писать цветными маркерами и меловыми, и акриловыми. А у акриловых маркеров, как известно, огромное количество цветов. Не то, что ущербные 6-8 цветов у меловых маркеров. Можно взять простое прозрачное стекло, установить его на расстоянии 1-2 см от стены, и когда будет падать солнечный свет, под стеклом будут длинные цветные тени на стене. Это тоже интересный интерьерный ход. Но стекло – это самый капризный материал. Чтобы с ним работать и получить от него качественный результат, надо быть не любителем, а профессионалом. Отсюда стоимость. Поэтому стекло довольно редко используется, но если правильно все сделать, то результат замечают все посетители кафе, а конкуренты грызут локти. Это дорогой, сказал бы, премиальный вариант, который делается не на потоке, а для каждого заказчика индивидуально. Плита МДФ. МДФ – это сокращение от мелкодисперсная фракция. Это тоже материал из отходов древесины, как ДВП. Он более устойчивый к влажности и к температурам, но тонкий МДФ найти можно только на производстве МДФ. А в строительных магазинах или на вебельных фабриках – это обычно листы толщиной 10-12 мм. Отсюда сразу высокая стоимость и большая масса. Если мы заговорили про мебельное производство, то вот вариант, который очень многих устроит. Берется лист ДВП, равномерно покрывается тонкой полимерной пленкой черного цвета. Это делается не на коленках, а на мебельном производстве. Пленка имеет текстуру, поэтому на ней пишут маркеры. Более того, пленка не имеет пор, а значит маркеры легко с этой пленки стираются полностью, бесследно, как со стекла. Потому что в случае с краской маркеры попадают в поры и стереть их сложнее, чем с пленки. Это практичный, легкий, прочный материал для многоразового использования. Только держите его подальше от высокой температуры и влажности. Если интересно, у меня есть знакомый, с которым работал много лет. Качество стабильное. В описании к видео даю телефон-адрес, обращайтесь. Скажите, что его порекомендовал художник по меловым доскам Плаксин. Вполне возможно, будет скидка. Один из современных материалов, которые я сам использую чаще всего и тоже рекомендую, это ХДФ. Это иностранная аббревиатура. Волокнистая плита высокой плотности. Она чуть тяжелее, чем ДВП, но легче фанеры. Она проклеена лучше, чем ДВП и более влагостойкая. У нее обе поверхности гладкие. И обе поверхности одновременно можно использовать в качестве меловой доски, а не так, как у ДВП. Одна сторона гладкая, другая пористая. Чтобы улучшить влагостойкость и вообще при подготовке меловой доски из фанеры или ДВП, МДФ, ХДФ, доску мы прокрашиваем три раза. Один раз вообще ничего не красится. Можно об этом забыть. Первый прокрас всегда подготовительный. Что по стене, что по доске. Этот первый прокрас сушим несколько часов, потом обязательно полируем. Потом смываем пыль от полировки и снова прокрашиваем. Уже плотным, более толстым слоем. Это основной слой, который будет между росписью и доской. Этот слой после высыхания снова полируем, смываем пыль и прокрашиваем в третий раз. Это будет слой, на котором будут рисовать. Слой, с которого будут стирать рисунки. Слой, который постепенно будет истончаться. Со временем из-под него будет работать второй слой, самый толстый. И вот поэтому важно хорошо второй слой заполировать. Чтобы со временем фактура краски на доске не поменялась. Из всех перечисленных вариантов, самый практичный это ДВП с полимерной пленкой. Но тут есть особенности. Это материал для маркеров. А мел пленку может поцарапать. Так как не всегда мел качественный. И попадаются в нем и песчинки, и кальцевые образования, которыми можно поцарапать поверхность. Если поцарапали крашеную доску, то зашлифовали, покрасили. А если поцарапали пленку, то сели и заплакали. Вот мои рекомендации по тому, как и из чего сделать меловую доску. Для кафе, для магазина, для пекарни, для кондитерской, для пиццерии и так далее. Жду ваши вопросы в комментариях. Если знаю ответ, то постараюсь помочь.